Поздравляю всех с воскресным днем, с днем, когда церковь вспоминает святителя Николая Мирликийского, Чудотворца Святого, который, можно сказать, является практически уже русским святым, и как-то так и по ощущениям внутренним, и по тому почитанию, которое всегда было на Руси этому святому. Когда мы о нем вспоминаем, прежде всего мы вспоминаем о том, как он избавлял от неправедного гонения, от неправедных обвинений, также ему молятся в путешествии те, кто странствуют и в каком-то смысле, да, находятся без привычной защиты, в которой бывают люди, когда они живут в привычном месте, где все как бы уже привычно и устоялось. Также мы знаем, что святитель Николай избавлял от неприятной и постыдной участи дев одного человека, подбрасывая необходимое преданное, чтобы этим девушкам выйти замуж. И, наверное, вот эти, может быть, три момента, да, вот неправедное гонение, может быть, нехватка средств материальных даже в каком-то смысле. И путешествия, они как-то действительно связаны с нашей страной и с нашим народом. Не случайно у нас есть даже выражение от тюрьмы, да, от суммы не зарекайся. Ну и, кроме того, сами расстояния, само пространство наше таково, что если уж мы отправляемся в путешествие, то это далеко и надолго. Вот, может быть, поэтому так этот святой нам полюбился. Но самое главное, что это святой, который является еще и тем, кто во время одного из соборов, когда осуждалась Ирианская ересь, он по преданию церковному дал заушение Арию. То есть его ревнование по Богу было таково, что сказанное о Боге кощунство или даже неправильное понимание того, кто такой Бог, оно как бы делало этого человека пламенным. И эта пламенность, эта ярость, этот духовный огонь, это ревнование, оно тоже является для нас особым напоминанием, особым примером. Потому что в той жизни, в которой мы живем, наше ревнование зачастую подобно тому, которое мы сегодня слышали в Евангелии о богаче, которому Господь дал все в этой жизни и даже сверх необходимого. этот человек, получивший такие благодеяния, помышлял не о небесном, а о земном. Он не помышлял о том, чтобы это богатство употреблить на благо церкви, на помощи ближним, нуждающимся. Он помышлял о том, как только поудобнее это все разместить и как еще больше приумножить. И, как мы знаем, такие размышления, они безумные. Именно так Господь ему говорит, что ты безумец, потому что в сию же ночь из тебя истяжут душу твою. То есть этот день для тебя был последний. И все твои помышления о том, как ты можешь есть, пить и веселиться ни о чем, не заботиться, они пусты. Ничего из этого не будет, потому что сегодня день последний. Зачастую, может быть, мы даже так рассуждаем и в отношении каких-то наших внутренних духовных даже дарований, когда наше богатство мы как бы в себе содержим, мы что-то почитали, мы что-то поняли для себя. И нам для себя этого достаточно. И сегодня мы видим, что в мире, как мы часто уже говорили, распространяется такое единоличное православие, когда человек как бы сам в себе замыкается, говорит, что у него Бог в душе, или еще как-то объясняет себе вот эту вот самостоятельность без церкви, без иерархии даже, и даже, может быть, без таинства. Но даже и люди в церкви, естественно, каждый из нас имеет определенное дарование от Бога. И наша задача, естественно, не в себе их хранить и копить, а тем или иным образом раздавать. Если наш дар более земной, материальный, то мы этим помогаем. Если наши дары духовные, то мы не можем их тоже не раздавать, иначе наша участь такая же незавидная, как и этого мнимого богача. Желаю всем нам искать возможность раздавать, как и положено христианам, как это делал святитель Николай Чуватворец, потому что эти действия не столько нас прославляют, сколько они нас именно развивают. Они освобождают нас в пространство для Бога. Они дают возможность Богу действовать и дальше через нас, потому что мы сами не стоим, а действуем. Причастников поздравляю с приятелями всех ожидающих Таней Христовых. Николая поздравляю с Днем Его Святого. Субтитры создавал DimaTorzok